В Ширяево установили новый областной рекорд и уже претендуют на место в Книге рекордов России. Фестиваль «Жигулевская вишня» в этом году прошел сочно и вкусно, а главным украшением стола стал 11-метровый пирог. Для одной только начинки кулинарам потребовалось почти 50 килограммов ягоды. Татьяна Пудова тоже провела эти выходные с пользой и узнала рецепт вкусного событийного туризма. Раздолье для тех, кто не привык считать калории, фестиваль «Жигулевская вишня» 10 лет назад придумали в селе Ширяево. Местные жители вышли на улицы с пирогами. Теперь устанавливают рекорды. Главное украшение стола – царь пирог. 11 метров и почти 2 центнера. Для такого угощения только вишне ушло почти 50 килограммов, а съели кулинарное чудо за считанные минуты. Стояли за пирогом долго, прорвались вперед. В прошлом году мы были на этом фестивале, и нам пирог не достался. А в этом году мы очень рады. Очень вкусные пироги. Мне очень понравилось. Очень красивые. Такой праздник вообще. Дешевый. Теперь организаторы надеются, что царь пирог вполне может претендовать на место в российской книге рекордов. Этот год богат на рекорды. Если в 90-х вишня начала порождаться, а в начале 2000-х вовсе исчезло, то в этом году садовода собрали небывалый урожай ягод. Он на третье выше прошлогодних показателей. По соседству местные кулинары предлагают свои пироги. Многие по секретным семейным рецептам. Почему разборнички? На сковородку наливаю растительное масло, делаешь маленькие пирожки шовчиком кверху, и раскладываешь их лепесточки, как лепесточки. Вот. И они когда пекутся, разделяются они, каждый пирожочек отдельно. Кроме вкусной еды по традиции предлагают посетить мастер-классы и ярмарку мастеров. Всем желающим предлагают пройти вот на такую ладью. Назвали ее вольницу, создавали по старинным чертежам. Организаторы говорят, что именно на такой ходил Стенька Разин, и с нее он скинул персидскую княжну. Я не случайно нахожусь в Кафтане. Их предлагают всем посетителям, чтобы на себе прочувствовали, как это было на самом деле. Ладья как и тогда, так и сейчас сделана из лиственницы. Оборудована веслами, и в любой момент ее можно спустить на воду. На пироги даже едут из-за границы. В этот раз фестиваль собрал больше 6 тысяч гостей. Мы сталкиваемся с тем, что в летний сезон разместить уже туристов практически невозможно. База отдыха заполнена практически на 100%. Естественно, это говорит о необходимости развития инфраструктуры. Опыт, я считаю, он такой достаточно позитивный, положительный. Очень рады тому, что каждый год находятся партнеры, которые нас готовы поддержать. Этот фестиваль мы поддерживаем с первого года. Но для нас он немаловажен, потому что, во-первых, он позволяет привлечь внимание к национальному парку и к экологическим проблемам, которые в нашем регионе существуют. А экология для нашего завода – это немаловажно, это один из наших приоритетов. Фестиваль «Жигулевская вишня» включен в календарь событийного туризма региона, который стремительно набирает популярность для привлечения и развлечения путешественников в Самарской Луке, готовит и новые экскурсии. В следующем году оборудует маршрут на каменную чашу. Еще один проект – экотропа в селе Большая Рязань. Так называемый аптекарский огород. В свое время Петр Первый рекомендовал, ну, как сказать, по приказам, по указу, сказал, что в каждом лесничестве должен быть аптекарский огород, который снабжает как местных жителей, так и прежде всего работает на армию. И это вот мы хотим возродить обратно. А непосредственно на территории Ширяева создают историко-культурный комплекс. Восстановили конюшню завода «Ванюшина», в подвале открыли музей летучей мыши, а в планах – восстановить мельницы и сторожевую заставу. Татьяна Пуду, Виктор Соколов, Новости губернии Ширяева.